У нас собралась отличная, замечательная компания группа ребят, Михаил, Яна, Андрей, Дима, Ольга, Егор, Александр, Андрей, Елена, Николай, Вася, Миша, Тёма, Санёк, с которыми мы отправляемся в увлекательное путешествие на Эльбрус. Я пришёл на Эльбрус за новым достижением своей жизни, за классным окружением и красотой природы. Давно мечтал сходить на Эльбрус, в этом году мне исполнился полтинник, и супруга мне подарила этот тур. Я решил пойти, чтобы испытать себя и увидеть рассвет на самой высокой горе Европы. Это рубеж, после которого хочется определённых и загаданных изменений в своей жизни. После подобных жизненных испытаний всё в твоей жизни кажется максимально прекрасным. Сорядиться новыми эмоциями, новой энергией. Я смотрел видео на Ютубе. В общем, было интересно, я смотрел и думал, надо попробовать, надо попробовать. Не так давно написал мне друг, пойдём на Эльбрус. Город для меня это такой некий фильтр, оставить всю вот эту городскую суету. Традиционный вид отдыха меня не устраивает особо, решил проверить себя и попробовать что-то новенькое. Я поехал на Эльбрус вслед за мужем, как жена декабриста. Наверное, основная причина – это проверить себя на прочность. Хочу видеть красоту этого мира. Меня позвал мой дорогой друг Артём. Он меня уже звал на протяжении 4-х лет. Наконец-то доехал посмотреть на красоты. Дорога на вершину – это не только покорение высоты, но и путь познания самого себя, как познание того, на что я способен. Я хочу побыть на вершине и познакомиться, скажем так, с горой лично и более тесно. Давно хотел попасть на вершину Эльбрус. Моя мечта сбывается. Мне на день рождения подарили сертификат восхождения. Акцент самый важный делается у нас на безопасность. Мы стараемся донести до каждого из наших участников, что это самое важное. И стараемся их подготовить к этим опасностям, чтобы они могли что-то в этот момент экстренный сделать и как-то себя обезопасить. Сделаем всё для того, чтобы все кайфанули, поднялись, почувствовали в себе новые силы, обрели дополнительную уверенность в жизни. И просто влюбились в горы, в Кавказ. Сегодня был первый климсезонный выход. Мы сходили на гору Чигет, поднялись до трёх тысяч всего лишь за четыре часа. Спустились за полтора часа. Что, что останется после меня, это всё, что возьму я с собой. О-о-о-о-о-о! Субтитры сделал DimaTorzok Каждый из ребят сегодня получил новый опыт, новые знания, где-то вырос. Поначалу немножко я подофигел, но потом вошел в свой темп. Удивительно было то, что я не почувствовала боли и почувствовала силу организма своего. И у меня появился такой прям энтузиазм. Еще больше вдохновился восхождением. Огонь поход с песнями. Все прошло энергично, бодро. И была такая интенсивная нагрузка. Мы с ребятами учились ходить с палками. Мы старались сразу ребят акцентировать на технике ходьбы, на сложном рельефе. Правильно ставить ноги, пользоваться телескопическими альпинистскими палками. Крутой подъем, мы шли под канаткой. Я не понимал, что происходит, почему так тяжело. Потому что для меня это было впервые. Для меня это было ново. Но потом я втянулся. Было тяжело, но это того стоило. Виды окупают, так сказать. И довольно дружелюбная группа подобралась. Встретили мое день рождения на вершине Чигет. Ребята меня здорово поздравили. 3100 метров высота. И когда стояли наверху, увидел Эльбрус очень близко. Мощь наших российских гор. Виды, фото с Эльбрусом и с остальными горами. Подъем был интересный, спуск был интересный. Раньше я занимался горным туризмом, но был большой перерыв. И я рад, что оказался в команде с потрясающими инструкторами, которые помогли мне вспомнить те навыки. Отличная команда, отличный подъем, спуск. То есть прекрасно себя чувствовал. Идем дальше. Люди идут по свету, слова их порою грубые. Пожалуйста, извините, с усмешкой они говорят. Но грустную нежность песни ласкают сухие губы. И самые лучшие книжки они в рюкзаках хранят. Но грустную нежность песни ласкают сухие губы. И самые лучшие книжки они в рюкзаках хранят. Выверен старый компас, получены карты в сроки. И вышнапан на штормовке лавины предательский свет. Счастлив, кому знакомо щемящее чувство дороги, Где ветер рвет в горизонты и раздувает рассвет. Тот счастлив, кому знакомо пьянящее чувство дороги, Где ветер рвет в горизонты и раздувает рассвет. Мы с ребятами отправились в Терскольское ущелье. Прогулялись до одноименного водопада. Посмотрели на стекающий ледник с таким же названием Терскол. Прошли 9 километров в обе стороны в прекрасном темпе, в прекрасном настроении. Я просто шел и не мог налюбоваться. Так объемно со всех сторон. То есть каждая сторона была какая-то по-своему уникальной и красивой. Огромная прекрасная долина. Вся цветет. В нее стекают ручьи из гор. Огромные красоты, которые мы увидели. Реки, горы, леса и водопад в конце. Он был не один. Он был разноцветный. Был не очень чистый цвета какао. Был кристально чистый. Невероятно красивый, мощный издалека. И когда подходишь к нему вблизи, чувствуешь силу, энергию, которая тебя заряжает, наполняет. Вода шикарная, вода шикарная. Холодная, как положено в воде в водопаде. Это довелось искупаться, и это отличное чувство, которое офигенно бодрит. А еще потом фотосессия на огромном камне, на который надо залезть и перевраться через речушку. Несмотря на то, что это ощущение, когда ты со всеми и один сам собой. То, что вроде все говорили, главное не дождь, главное не дождь. В итоге пошел град. Думал, что погода даст нам какие-то неблагоприятные условия, чтобы рост происходит именно в таких условиях. Что, в принципе, добавило немножечко легкую изюминку. И даже несмотря на напавший на нас град. Шлось легко и позитивно. Я успевал только поднимать голову и любоваться прекрасным видом. Мы прекрасно прошли этот маршрут от начала и до конца. Мы поднимаемся наверх и на новую высоту, на новые виды, на новые ощущения, визуальные внутренние. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Мы поднимались на трех канатках, затаскивали вещи. Это было очень оперативно, очень быстро. Закинули одну порцию, уехала кабинка, другую порцию. Выкинули, там выкидывают люди, там встречают. Девочкам повезло покататься на ратраке после канатки. Как мы загрузили все вещи и нас довезли прямо до номера. Заселились, у нас были люкс-номера. Как будто можно было представлять, что мы едем в поезде. Контраст перехода с плюс 30 на плюс 1 градус температуру. Акклинициационный выход до приюта 11. Ребята, ну, очень прекрасно, честно, на удивление сохранили темп. Так, без устали преодолели этот отрезок. Занятие с ледорубом теоретическое. Все отработали, вроде бы все понял. Артем с Денисом все очень подробно, хорошо объяснили. Зарубаться, как правильно. Работа в связках. Зарубались ледорубами. Для меня это не было новинку, потому что я учился зарубаться ледорубами еще в школе. У нас это было в программе соревнований. Самое главное, мне кажется, это очень важная информация, которая может в теории спасти здоровье и жизнь. Серьезное мероприятие, но благо у нас очень классные гиды и они разбавляют все это тело. Ну, довольно весело, короче, все это дело происходило и очень круто. Я все время была в ожидании того, что сейчас что-то случится такое, что у меня предохранитель вылетит из головы, что там воздуха не будет хватать. Здесь реально у нас уже половина команды поймали горняшку, я в том числе. Любой шаг, любое движение какое-то быстрое, оно уже сразу сбивает дыхание. И тебе становится не очень хорошо. Меня накрыло, мне стало тошнить. Горняшка не случилась, чему я была приятно удивлена. Меня расквасило, мне не хотелось ничего делать, я замерз, было плохо. И у нас такая, мне кажется, была атмосфера, такой фон про то, что а у тебя как, а у тебя как, а ты чего, а ты? Я вообще был как овощ. Вот. И начал вообще сомневаться насчет всей этой поездки. Но потом как-то меня поддержали и я выпил чайку с медом и с лимоном и прям сразу ожил. Все друг об друга как бы, ну не то чтобы лечились, а друг об друга старались стабилизироваться, да, найти такую опору. У нас приютил приют Орлиное гнездо. И уникальный совершенно быт, антураж. Действительно пропитано все духом альпинизма. Когда я спустился, я пришел в номер, у меня поднялась температура. Я не развешивал вещи, ничего, просто разделся и лег в спальник. И уснул до завтрашнего дня. Вечером стало чуть-чуть похуже. Тошнота появилась, головокружение. Но после ужина все это исчезло. И утром чувствовал себя бодро, хорошо и отлично. В общем, после ужина действительно поел супу и вся головная боль, вся таснота прошла. После небольшого практического занятия с медорубами мы отправимся по возможности на 5100 метров к началу косой полки. Ребята хорошо себя чувствуют, хорошо двигаются, настроение прекрасное. Каждый день какая-то новая информация, новые ощущения. Каждый день какой-то новая информация, новые ощущения. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Доброе утро, последний герой Здравствуй, последний герой Кто пойдет по следу одинокому Сильные да смелые головы сложили в поле В бою Мало кто остался в светлой памяти В грязном уме, да, с твердой рукой в строю В строю Ты, солнце мое, взгляни на меня Моя ладонь превратилась в кулак И если есть порох, дай огня Вот так В каждом наброске, в каждом черновике Учитель продолжается в своем ученике Всю мою жизнь я иду ко дну Всю мою жизнь я искал любовь Чтобы любить одну Они сказали нас поздно спасать И поздно лечить плевать Ведь наши дети будут лучше чем мы Лучше чем мы Лучше чем мы Когда меня не станет Я буду петь голосами Моих детей И голосами их детей Нас просто меняют местами Таков закон Засары Круговорот Круговорот Людей Ой, мама Замер троллейбус 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 На парке Перепутал механик Провода по запарке Выключив лампочки В сорок электросвечей Люди ночами делают новых людей Я помню белые обои, черная Посуда на скрущевке двое Что мы откуда Откуда Задвигаем шторы Копьёк Плюшки стынут Объясните теперь нам актеры Почему я на ней так звену Ау Принеси меня, ребят За крутые берега Голубые у неё глаза И драз Кровью, как метро Полет И нет Выхода Нет А мы не ангелы парень Нет, мы не ангелы Тёмные твари Сорваны планки нам Если нас просят Чего мы хотели бы Мы бы взлетели Мы бы взлетели Мы не ангелы, парень Все, кроме любви Вся наша жизнь так далеко Я, я не один Но без тебя просто никто Для каждого из нас Кто в нашей группе Или кто здесь вообще Кто тоже ждет, когда гора откроет Приоткроет свою дверь Это лучший опыт, который может быть She walks out to the mound On the street Sir, can you help me It's cold and I don't know where to sleep Is there somewhere you can tell me He walks on, doesn't look back He pretends he can't hear her He starts to whistle as he crosses the street She's embarrassed to be there Oh, fail twice It's just another day for you and me In paradise Oh, fail twice It's just another day for you For you and me in paradise Oh, fail twice Oh, fail twice Oh, fail twice Самый офигенный момент разгрузочного дня Когда была дневка Это как мы играли в снежки Закидали друг друга Отбивали лопатой Столько энергии Море позитива Посмотрите, что творит этот атлет Он отбивает удар за ударом Это просто нереальная техника Он учился у лучших бейсболистов Америки и Японии Повеселились, поотдыхали То есть Поиграли в снежки Побегали Создали федерацию в горах Лопата лифтинг Провели соревнования Можно памятник просто Вот это, посмотрите Это не человек Это памятник Психологические игры нашего коллектива Кто на ратраке Кто без ратрака Кто пешком А кто верхом Мы с Васей приняли решение Идти пешком вдвоем Было очень тяжело Прям я помню Какие-то эмоциональные качели непонятные Меня накрыло Всю ночь не спал Просто переживал Думал Смогу, не смогу Постоянно смотрю погоду Там, блин Куча всяких таких мыслей в голове Но Как бы я сюда приехал Не для того Чтобы подняться на вершину А Принять вот этот опыт И я думаю Так я опыта получу гораздо больше Математика очень простая Если я сломаюсь То соответственно Я с гидом иду вниз Если сломается кто-то Из этих двоих По какой-то причине Мы так же все Идем вниз То есть Один человек без гида Не остается Если Взять процентом Соотношение То нас Трое Если не считать гида То есть Тридцать три процента На каждого Если бы Пятьдесят на пятьдесят Да Я бы рискнул Но здесь Если бы я был уверен Стопроцентных Людях Если бы давно Их знал бы Я бы наверное пошел Или был бы вариант Что пошли бы с нами Два гида Например Кто-то сломался И пошел вниз с гидом А двое продолжили восхождение Да Шикарный вариант Но здесь Слишком большой шанс Не подняться Ну для меня очевидно Что физическая подготовка Должна быть На гораздо более Высоком Мощном уровне Для того чтобы Я смог сам Сверху донизу Пройти эту гору Да и сам вопрос Что такое Сверху донизу Очень философский Мы же не Идем пешком От Торскола Да Мы же не идем пешком От Пятигорска Пятигорска Это тоже 500 метров На уровне Над уровнем моря Вот Мы приехали сюда Для того чтобы Подняться на вершину Ратрак хороший способ Почему бы и нет Ну так как Восхождение коллективное Конечно же Принимаю решение коллектива Восходить Использование Ратрака Так как В принципе для себя Малую победу Восхождение на 5000 И осуществил Поэтому В принципе считаю Что начать с 500 Будет вполне себе Достойно Ничего сложного Нету Как шли Туда наверх Так и дошли А тратрака Единственным Будет новенький Для вас маршрут Вот эти полтора часика Еще Траверсом Прогуляетесь План такой Что мы встречаемся Где-то В начале косой полки Никаких вообще Абсолютно переживаний Никаких сомнений Погода сегодня Восхитительная Гора дает нам Прекраснейшую Она нас зовет Она нас зовет Ребята Идемте Ходим Да Валентий Маш Смотрите На вершине А что на вершине Мы же собирались Стоять На косой полке Да Жизнь покажет У меня настроение Боевое Думаю Проблем никаких Не возникнет Слаждаемся Кайфуем Живем эту жизнь Сейчас без пятнадцати час Группа Вся в сборе Стоит И одевает Кошки Последнее приготовление Колян совсем вырос Кошки сам делает На другую ногу Правда Да е-мое В детстве у меня тоже Бывали мальчики Когда я был в садике Профессионально Быстро Недорого Покушали Поспали Спокойно Собрались К бою готовы Сейчас подъедет Наш ратрак Полчаса Может максимум 40 минут Будем на 5-100 Оттуда Свяжемся И в связках Через косую полку И стремимся К седловине Все ребята Хорошо отдохнули Надышались Кислородом Этого запаса Нам хватит Здравствуйте Привет Лунатиков Мы забросились На 5-100 Будем сейчас Связываться Подготавливаем Деньги У меня в щелку Вязаные Одной Песел Пованные Одной Песел Скажи Я тебе поправлю Ладно? Что ты там Наложила? Воду 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 Положила Артем По твоему Рецепту Будем сейчас Выдвигаться По косой полочке В сторону Седловины Западной вершины Продолжение следует... По косой полочке По косой полочке Пьем чай, перекусываем и отправляемся дальше по перилкам на вершину. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok